Субтитры создавал DimaTorzok Следующий вопрос По-моему, похож на тот, который был А что тебя привлекает в людях? Меня привлекает в людях Их необычность Искренность Чувство юмора, как я уже говорила Начитанность И вообще я люблю общаться с людьми Совершенно из разных отраслей Мне очень интересно там Например, у меня есть друг, который занимается программированием Я могу его там слушать Хотя в этом совершенно не разбираюсь Но как-то кто-то там врач Мне безумно интересно Какие-то врачебные маги послушать Вот Кстати, хотите вам расскажу байку Ну, не байку, это правда Как раз врачебную Не знаю Хотя В принципе я этот тег взяла Для того, чтобы Получить более развернутые Темы для разговора В общем У меня есть Ну, как-бы Друг знакомый Ну, скорее знакомый, да Он Офигенный врач Вот Уж не буду говорить Какой области Ладно Ну, он хирург Вот Не буду уточнять Что за хирург Вот И он мне как-то рассказывал одну историю Про врача Которая меня Совершенно поразила Это правдивая история То есть это реальный случай Про... Короче Был Был... Был... Я не знаю Дальнейшее Как бы Как сложилась его судьба Этого врача Ну, в общем Один парень Попал Как говорится По малолетству В колонию То есть Было там 18 лет И попал на Длительный срок То есть Там Либо он В драке Кого-то там убил Ну, что-то вот такое было То есть То ли он за девушку заступался То ли А может быть Просто Был какой-то разбой Ну То есть И закончился Очень печально Что его посадили Ему в этот момент Было 18 лет И Дали приличный срок Я не знаю Может лет 10 И Получается И Он сидел на зоне И В этот же момент К ним Поступил Тоже Посадили Получается Врача Который По-моему Уролог Я не помню Да По этой части И Я так понимаю Что Когда Такие Ну Получается Его Стали В тюрьме Использовать Ну Как врача По его То есть Там Видимо Предложили Что Если ты будешь Лечить То Он Тебя Соответственно Ну Срок Уменьшит И так далее В общем Вот этот врач попал И Тоже Какой-то там светило Я уже не знаю Как он туда попал Тоже что-то натворил И Он стал оперировать Всех заключенных По своей части И В какой-то момент Так как ему С нескольких Зон свозили Людей Он попросил Помощника И Вот Вызвался Этот парень Которого Восемнадцать лет Посадили И Он оперировал С этим врачом Несколько лет Оперировал Оперировал И Когда он Вышел Получается На свободу Он Соответственно Захотел Пойти Стать врачом Но У него Не было ни образования Ничего Но он все умел Просто То есть Представляет человек Который с утра До вечера В таких еще Привык Можно сказать Условиях То есть У него Его А практика Стоила Просто Дорогого Такому Как бы Институт их не научит И Он Купил Диплом Где-то там Аля В переходе И устроился В больницу То есть Он там поделал документы Его Взяли Он Много лет Проработал В этой больнице Он Считался Одним Из лучших Просто Тоже Врачей В Своей Области Да В которой Он это Все делал И К нему Даже Там Свозили Каких-то Суперобеспеченных Людей И Со всей России То есть Как Мой Знакомый Говорил Что Он Говорит Я Видел Как Он Работал То есть Так Ну Как Я Не знаю Говорят Что Хирург Вот У него Легкая Рука Как Прирожденный Хирург И Получается В какой-то момент Он захотел То ли Извините Я Сейчас Могу Ошибиться Но Короче Он захотел То ли Диссертацию Написать То ли Как Это Получить Докторскую То есть Он захотел Повысить Ну Пойти Выше Куда-то Уже То есть Получить Корочку Я Честно Извините Я Не знаю Может Кто Разбирается В этом Понимает О чем Я Да То есть Он захотел Ну Допустим Он писал Докторскую Инстант диссертацию Допустим Что-то такое И Он ее защищал И Для защиты Подняли его Документы Из Вуза Которым Он учился И Подняли его Документы И Естественно В том Вузе Сказали Что Этот Грубо говоря Иванов Иван Иванов У нас не учился Никогда И все были в шоке Поднялся Скандал И Оказалось Что Действительно Он нигде не учился Открылась Вся его история То Что Он В тюрьме И Плюс Он уже кучу лет Уже в больнице Отработал Но Закон Для всех Одинаковый И Ты не имеешь права Как бы Быть доктором Без образования И так далее И Его То есть Там все Я Насколько понимаю Рыдали И были в шоке Потому что Врач Он Действительно Обалденный То есть Не то что Обалденный Неправильное Какое-то слишком Улигарное слово Но то есть Как сказать Гений В своей Сфере То есть Действительно Талантливый От Бога Как говорится Но Его Решили Работой Я уже не знаю Чем там дальше Все закончилось Может даже Завели Какое-то Дело За подделку Документов И так далее И Это Такой Очень Интересный Случай С точки зрения А мы Это Как раз С моим Знакомым Научился На практике Несколько Лет Оперировал По Несколько Человек В день И Его Сразу Получал Он Он Отдарен Этим Но Он Получается Не может Быть Врачом А Другой Может Тот Который В институте Может быть Ничего не делал Потому что Тоже Я вспомнила Что У меня Подруга Она Была Фарма Она Училась То есть Не была Она фармацевта В медицинском Вузе И она мне Рассказывала Что У них Даже Преподаватели Как бы Не скрывали Своих Там Расценок Что ужасно Как бы И все Что Вот Сдать Латынь Ну Ладно Латынь Но Какой-нибудь Предмет Стоит Столько За счет Поэтому Столько У меня Экономическое Образование И Спасибо Большое Моему Вузу За то Что У нас Такого Не было И Даже Самые Беспечные Дети Сдавали Всякую Шуть Аля Эконометрику По 10 раз Либо Вылетали И ты даже Хотел за какой-то Чушь Там Системы Подсистем Какой-нибудь Заплатить за зачет Условно говоря Но Ты даже Не знаешь куда идти И как Такого вообще не было То есть У нас И самые Обеспеченные Вылетали И это прекрасно Поэтому У тебя что-то остается Возле института Это настоящее А когда И это экономисты То есть Грубо говоря От того что Ты пропустил Я не знаю Экономику Стран Латинской Америки Да Проплатил этот предмет Но это тебе хуже От этого Твоего незнания Никто не умрет Вот А мне как страшно Когда Врачи Ам Вот так вот Поступают Будущие врачи Зачем Вы тогда идете На врачей А если Вы сознательно Ну как бы Готовы Ам Платить За какой-то предмет Не учить его Ну Ну то есть Это конечно Ну мне это не понять Вот А Дальше Надеюсь Я Не очень отвлеклась От темы И вам было интересно Так Твои страхи Я вам сказала Что я боюсь Крови из мальцев Еще Я не люблю Кладбища И Не люблю Боюсь Пауков Вот мои Какие-то такие страхи Последняя вещь Которая Заставила тебя Плакать 사고 И Что-то такое Был И я Забыла Какой-то был пиль Не помню Извините Вот я сейчас вспомнил А Скажу Боже Ну так Не беспомню Последняя прочитанная книга, ну, в принципе, об этом я вам говорила в прошлом видео, про мои последние прочитанные книги, а в данный момент я читаю «Белую гвардию» Балгакова. Последний сериал, который я смотрела, господи, это вопросы про сериалы, не знаю, один из тех, про которые я вам говорила, а последний человек, с которым я договорила, не помню, вот сижу сейчас, готово видео записываю, пусть будет это не человек, а кот. Одно. Какие глупые вопросы, извините. А любимая еда? Так, хороший вопрос. Хороший вопрос. Черт подери. Трудно ответить. Я люблю. Хорошо, сейчас будет первое, что приходит в голову. Какая-нибудь рука лосоватость рукколы я люблю. Господи, Клэр, я люблю котлетки куриные. Простите. Так, место, которое ты хочешь посетить. Я мечтаю посетить Исландию. Это вот одна из моих мечт. Я бы хотела, чтобы она исполнилась как-нибудь, может быть, в скорейшем будущем как-нибудь. Последнее место, которое ты посетила. Недавно я с подругой, где-то, наверное, меньше месяца назад ездила в Ланкт-Петербург. Я там до этого была. Но вот с подругой, с родителями только ездила несколько раз. И с молодым человеком. Вот и с подругой мы съездили вдвое на выходные. Просто решили развеяться. И это было очень классно. Питер, обалденный город. И при том, я обратила внимание, что в Питере гораздо больше иностранцев, чем в Москве. Ну, по крайней мере, мне такое казалось. И я общалась с иностранцами, да. С теми иностранцами, с которыми я общалась, все там один, нет, даже посочувствовал, один американец и сказал, «Ой, мне так тебе жалко, что ты живешь в Москве». Я говорю, «А почему тебе меня жалко?» Он такой, «Ну, потому что Питер же гораздо круче». Я говорю, «Ну, окей». Каждому свое. Нет, Питер обалденный. Но единственное, вот я помню, мне моя подруга из Питера все время, когда приезжала в Москву, она мне говорила, «Господи, как вы тут живете? Тут все бегут, тут все спешат, тут столько народу. Вообще, это же невозможно». И я как-то думаю, блин, ну, что ты такое говоришь, ну, ходят люди и что, как в любом городе. И вот почему-то в эту поездку я наиболее остро почувствовала разный ритм жизни Питера и Москвы. И это реально так. Мне даже показалось, что там время медленнее идет. Как-то. И там действительно все спокойнее, и там меньше народу. Я когда приехала в Москву после Санкт-Петербурга, а я сошла в метро, и я действительно думаю, в Балиейн у нас много народа. Потому что там как-то, там даже на эскалаторе два ряда занимают, вы представьте, два ряда. Потому что, ну, потому что у них нет нужды занимать эти, никто не спешит, я так понимаю. И я помню, мы тоже с подругой сошли в кофейню, хотели выпить кофе и там булочку какую-то скушать. И так в очереди мы были одни, за прилавком было три девушки. И мы простояли 15 минут, пока смогли вообще свой заказ не то, что получить, а заказать. Потому что девушки там что-то расставляли, то есть это было утро, и, как бы, и даже не спешили обрадовать нас кофем. Ну, блин, и как бы они это делали совершенно спокойно, типа, ну, время есть, куда вы спешите. А нас это просто с ума сводило, потому что в Москве, ну, это за такой сервис, припить можно, как бы, здесь все быстро. Кто медленный, тот пролетел. К тому я больше не прийду за кофем. А в Питере такого нет. Ну вот. А по кому ты сходишь с ума? Не знаю. Личный вопрос пропустим. Ай, бла-бла-бла. Любимая сладость, не знаю, фабли шоколадные. Эклеры. На каких инструментах ты играешь? Ни на каких. Любимые украшения, подвеска в форме сердечка. Ой, не знаю, короче, дурацкие вопросы, поэтому я сейчас зайду на видео, которое я опубликовала в последнем. и сейчас я прочту, какие вы мне вопросы задавали, какие вас интересуют, и отвечу на них. Так, 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 так. Так, 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 так. Сейчас, подождите, я ищу. Так, так, так. Инга, так, так, так. Инга, то где это видео? Нет вопросов? А, хотелось послушать по тебе самой, может быть, что ты с детства и студенческих лет много ли по профессии? Тебе пришлось примерить на себя. Каких принципов отношений с людьми ты придерживаешься? А, хорошо, с детства, даже не знаю, что вспомнить, но, сложно, студенческие годы, как я уже сказала, я экономист, экономист-международник, со знанием трёх иностранных языков, да? Английского, французского, немецкого. Мои студенческие годы были офигенными, и у меня обалденные однокурсники, с которыми, многими, с которыми я поддерживаю до сих пор свои отношения. И я не очень любила свою школу, как-то не сложились у меня отношения. Они тоже не сложились, но просто как-то не моё, а с вузом. У меня, напротив, связаны только прекрасные воспоминания. И я даже скажу, что, помимо, вот, если выделять две вещи, которые мне дал мой вуз, это языки, потому что там нас очень хорошо, можно сказать, трючили и натаскивали. И действительно, уровень языков, можно в разведку идти с таким. Сейчас, правда, я их подзабыла, о чём ужасно жалею. Потому что я их не использую в работе. Вот и вторая вещь, это круг общения, друзья. У нас был очень хороший выпуск, и все ребята очень разноплановые. То есть, кто-то пошёл по специальности, кто-то вообще стал дизайнером одежды, кто-то стал актёром, кто-то стал писать свою музыку, кто-то открыл своё дело. И это замечательно, когда ты можешь общаться с такими разносторонне развитыми, да, людьми, как, извините, чуть подустала. Вот, и поэтому мои студенческие годы я вспоминаю с огромной теплотой. И недавно я даже организовала встречу выпуска. Вот. Много ли профессий, тебе пришлось примерить на себя. Профессий, в принципе, немного. Ну, наверное, у меня есть что рассказать. О моём первом месте работы. Много интересных историй. Может быть, я даже сделаю отдельное видео. Потому что это была элитная консьержслужба. Я там работала сразу после института. Но ненадолго задержалась. Потом я ушла в спортивную организацию. За ним возглавляла там отдел по рекламе. Оттуда я перетекла... в управление, да, и рекламой, и рестораном. Плюс, помимо ресторана, это как большой комплекс, где есть и караоке, и бильярд, и настольный теннис. Вот. Так что сейчас я в этом. И чему тоже безмерно рада. Потому что, хотя это не работа по специальности, как-то лучше из меня так вывела туда. Но я очень рада, потому что работа в ресторане, да, но и в подобном заведении. Это очень интересно. Вы не представляете, какие безумные... Хотя это очень тяжело. И это очень проблемно. Но это очень забавно. И вы не представляете, какие безумные случаи проходят, происходят каждый день. Из последнего я скажу, что ночью мы приехали на работу, а ночью у нас кто-то спер огромную нашу вывеску, которая стояла на дороге. Ну, как на дороге, я имею ввиду. А, знаете, такой, как указатель. Стелла огромная. Три... А, нет. Получается, под... Она стоит на метровом постаменте и вверх три с половиной метра светящийся короб. Вот за ночь кто-то спер эту огромную штуку. Это вот из последнего забавных моментов. Мы до сих пор не знаем, что это было. И стоит при том это больших денег. Потом были случаи, как одна певица нанялась к нам работать арт-директором. И в итоге ни черта не сделала. И в итоге стащила еще у нас ноутбук. Певица. Поэтому, да, я, наверное, думаю, может, как-нибудь я как сказать эти истории все в одну с комбоной вам расскажу. Каких принципов отношений с людьми и ты придерживаешься? Каких принципов я ненавижу, когда, допустим, вот то, что по работе, когда обманывают, когда воруют. для меня это сразу наученное горьким опытом. Я не могу давать людям здорового шанса в этом плане. Потому что, к сожалению, как показывает практика, если человек тебя один раз обманул, это обязательно повторится. Зачем дождаться второго момента? можно простить все, кроме воровства. Это принципы, которые я придерживаюсь, например, на работе. То, что принципы с друзьями, общения, мне трудно ответить на этот вопрос. Ну, наверное, тоже в каком-то плане искренность и душевные отношения. Это очень важно для меня. У меня не так уж много супер близких друзей, но те, которые есть, я общаюсь с ними очень долгие годы. И мы можем не общаться там с некоторыми там месяцами, а потом опять встретиться и быть на одной волне. Это очень ценно. вот и я всегда выручу своих друзей и надеюсь, они здесь, они, по крайней мере, они всегда что подтверждала не раз и не два практика подобных случаев защищали меня и выручали меня. вот я своих не сдаю. Вот мой принцип. я знаю, какой принцип у меня в отношении с людьми. это моя чисто скорпиония, черта характера, да. я очень злопавидная, я очень злопавидная. я не могу легко забыть какую-то гадость. это мешает немножко в общении с другими людьми. но с другой стороны это и прекрасное качество, потому что я всегда готова готова к какой-то подставе человека. если уже такая подстава была, я не забываю ничего. и у меня на каждого человека картотека. и поэтому если кто-то сделал какую-то гадость мне либо моим близким людям, то, скорее всего, он никогда ничего хорошего от меня не получит. ну, в том плане, преференции каких-либо моральных либо материальных. Я надеюсь, я вас не сильно утомила данное видео. И надеюсь, что оно было вам интересным. Если хотите еще подобного, я не знаю, наверное, не очень раскрылась тема моей личности, то задавайте еще вопросы и я скомпоную. Все эти вопросы уже выпишу и расскажу вам больше о себе. Вот. Например, я не знаю, что-то уже более конкретное про работу. Вот сейчас мне пришла в голову мысль про работу, может, про хобби. Вот. Я уже подготовлюсь и буду знать, что вам ответить. Либо если у вас есть какие-то другие запросы, например, мне написали о том, что не могли бы сделать видео, где вы просто читаете книгу, да, я постараюсь сделать. То есть пишите о ваших запросах. не стесняйтесь и я буду стараться делать подобное видео для вас как можно чаще. Я вас всех целую. Желаю вам сладких снов, если вы слушаете данное видео перед сном. И прекрасного вам дня и тела и целого года. Чао.